Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и всегда, анализируем ситуацию на финансовых рынках, разбираем основные события и смотрим, как они повлияли на то, что с основными инструментами и произошло за минувший торговый день. В целом, прежде чем перейти к активам, стоит отметить, что нефтянка, наконец-таки, после мощного обычного ралли, наблюдаемого за последние дни, чуть развернулась. Если приправить, опять же, картину еще и техникой, то разворотная свеча, которая сейчас наблюдается на днюках, полностью подпадает под классику жанра белой билемса. Это свеча с высокой тенью, с небольшим тельцем разворотного формата, то есть противоположного цвета, с амбуляцией, вроде бы как, эта свеча может стать именно техническим сигналом слома того восстановительного движения, которое мы наблюдали, и, возможно, даже началом для зарождения коррекции, на которую очень многие рассчитывали. Пока что о полноценном, нисходящем движении мы не говорим. Опять же, не хочется спугнуть медведей. Про нефтянку, безусловно, еще мы коснемся, как всегда, уделяем достаточно много времени и внимания, но сейчас приоритет явно находится на стороне продавцов. По доллару пока что американская валюта вроде бы как и не растет, но и активно снижаться также не торопится. Есть у нас в запасе несколько фундаментальных козырей, они как раз могут простимулировать еще больше восстановительное движение. Фонд, наконец-таки, у нас показал хороший результат по дню, ну, хороший он в контексте того, что на протяжении всей торговой сессии мы снижались, а вот под закрытие смогли отыграться и ушли к уровням открытия дня, и сегодня, я думаю, то, что восстановительная динамика будет продолжена. Ну, и что касается европейского валютного актива, мы несколько десятков пунктов не дотянули до нашей с вами заветной цели в 1.15. Ничего страшного, что не достали сейчас этой планки. Главное, что евро снижается, и мы легко можем объяснить, чем эта коллекция связана. Ну, а теперь давайте чуть подробнее. Что касается бренда, 63.74, 63.52, это актуальные котировки. 74.74, это те уровни, которые мы видели, 63.74, на закрытие торговой сессии вторника. Отступили цены от локальных максимумов, которые были зафиксированы в ходе торговой сессии понедельника. То есть, напомню, основным триггером для восходящего движения нефтянки выступили политические события в Саудовской Аравии. Это арест ряда узкопоставленных чиновников, бизнесменов и, что еще важнее, членов королевской семьи. Кто-то воспринял эти события как самый настоящий, полноценный государственный переговор, переворот, который базировался, собственно, на каких-то политических заговорах. Мы чуть развили эту тему. Вы помните, что я сделал акцент на принца Дед Салмана, который может впоследствии этих политических игр действительно саккумулировать больше власти в своих руках. И раз уж котировки нефти росли, то это позволило нам вспомнить, что именно он является одним из кихорьянных лоббистов идеи влажности, целесообразности и судьбоносности, собственно, продления условия соглашения по снижению нефтедобычи до конца 2018 года. Конечно же, такой новостной фон усилил тот вектор восходящего движения, оптимизм, связанный с тем, что 30 ноября участники этого пакта договорятся все-таки о продлении соглашения на указанный период времени. Однако, что касается вчерашней торговой сессии, мы, безусловно, уже говорим о том, что медведи перехватили инициативу, именно они сейчас правят локальной динамикой, цены снижаются, отступают все дальше и дальше, от локальных максимумов, которые были зафиксированы. И, друзья, у нас, на самом деле, есть чем это объяснить. Это прогноз-доклад, скажем так, ОПЕК, который был опубликован, собственно, о нем ранее. Это доклад и прогноз по поводу спроса на нефть и показателей нефтедобычи отдельных регионов. Буквально красной нитью через весь доклад проходит сообщение и ожидание, резкого роста сланцевой добычи нефти в США. По прогнозам, этот рост существенно превосходит те оценки, которые мы видели ранее. И, конечно же, подкрепляется этот прогноз со стороны ОПЕК тем, что высокие цены на нефть сейчас вряд ли оставят в стране сланцевых производителей. В частности, ожидается, что к 2021 году добыча нефти в США вырастет по сланцевому формату. То есть, помимо традиционных способов разведывания, вы знаете, что сейчас в Штатах, да и не только сейчас, уже в течение длительного периода времени, мы говорим про полноценный сланцевый бум. И глядя на то количество внефтиных терминалов, которые специализируются на таком способе разведывания, мы... Ну, это не ошибка, что мы делаем на этот акцент, поскольку это действительно так. Так вот, по прогнозу ОПЕК добыча в 2021 году, в 2021 году вырастет до 7,5 миллионов баррелей в сутки. Если мы сравним эти показатели с прогнозом, который имел место быть годом ранее, то пересмотрен он с повышением на 55-75%. И, честно говоря, друзья, возвращаясь к статистике, которую мы с вами анализировали на протяжении всего 2017 года, обращали внимание на прогнозы ряда инвестиционных банков и также пытались еще и субъективно нашим видением ситуации описать то, что происходит на рынке сланцевой активности США. Мы также говорили, что рост нефти по добыче будет сохранен как тренд США, производиться будет все больше и больше, и мы ориентируемся на планку даже в 10 миллионов баррелей, но это в совокупности по производству, не только за счет сланцевой добычи, а уже к первому кварталу 2018 года. Ясно, эта статистика иллюстрирует одно. Это самую настоящую дилемму, с которой столкнулись представители ближневосточного картеля, когда те усилия, которые они предпринимают, усилия, направленные на восстановление ценовой конъюнктуры, стимулируют рост цен на нефть, а рост котировок, в свою очередь, оказывается на руку конкурентам ОПЕК, потому что высокие цены на нефть поддерживают на все более и более высоких уровнях сланцевую добычу. Вот как раз США это отдельная история, мы о ней уже постоянно, собственно говорим, это одна из основных идей, которая также тянется основополагающей через наш фундаментальный анализ ситуации на рынке углеводородов. И если обратиться опять же к докладу ОПЕК, то ОПЕК добычи сланцевого производства нефти США будет достигнут к 2025 году. И, соответственно, если допустить влажность конкурентной составляющей, то есть ОПЕК, чтобы сохранить свою долю на рынке, тоже, в принципе, с учетом роста добычи нефти США не должен оставаться. Получается, что ОПЕК, чтобы конкурировать, обязанным с текущих объемов нефтедобычи примерно на отметке 32,7 миллиона баррелей в сутки нарастить производство нефти до 44 миллиона. Друзья, ну, выводы здесь можно делать, я думаю, самостоятельно, потому что рост нефтедобычи это то, что может снова актуализировать извечные проблемы для нефтянки и снова вернуть на рынок идею того, почему мы уже вряд ли увидим супер-цикл высоких цен на нефть, который наблюдался раньше. Вот почему я очень скептически настроен в отношении дальнейшего восходящего движения нефти. Я понимаю то, что рынок, будучи спекулятивным таким пространством, может отыгрывать очень и очень активно ожидания и настроения, понимаю то, что рынку ничего не стоит развернуться с текущих уровней и уйти в район, скажем, 65 и выше. Поэтому, друзья, я рекомендую для тех, кто хочет рискнуть, все-таки, если торговать как косочно, сейчас через потенциальные длинные позиции, но это крайне рискованное предприятие, еще более рискованное, чем торговля сейчас с американским фондовым рынком, учитывая его перекупленность. А те, кто умеет ждать и разделяет позицию, озвученную мной, того, что нефтянку нужно продавать, но важно найти хороший уровень для этого, давайте ждать 60 и после этого снова следить за тем, что происходит. Рубль даже без нефти уже практически в одном шаге от нашей с вами цели. Это, как и ожидалось раньше, произошло чем декабрь 2017 года, уже котировки 59.30. Я думаю, что если, скажем, в ближайшие дни мы уйдем в район 60, ни у кого это не вызовет вопросов, я надеюсь и у вас тоже, потому что мы давно уже покупаем эту валютную пару и не видя для рубля, скажем, другого будущего, кроме как будущего, нахождения под явным прессом своих конкурентов, это доллара и евро. Пока что ситуация выглядит в соответствии с намеченными нами горизонтами и обозначенным сценарием. Ждем 60. Доллар японская иена. Котировки 113.78. Отступили мы от локальных максимумов чуть выше 114. Так и не смогли мы приторять с обтулением 114.50. Я считаю, что именно на этом уровне должен сработать спусковой механизм, который обещает толкнуть пару еще выше. Но пока что до этого уровня остается 70 пунктов, друзья. Наша задача следить за фундаментом и работать с тем, что рынок нам готовит. Я в начале брифинга сделал акцент на то, что есть на чем расти. Это, собственно, визит Трампа в Азию. Как вы знаете, это событие долго ожидалось. Это событие в основном рассматривается в контексте того, что в несколько другом ракурсе будут подняты вопросы отношений Северной Кореи и если возобладают эти дипломатические начала со стороны Трампа, то речь может пойти даже о снятии напряженности в каких-то договоренностях, либо создании условий для нервного разрешения конфликта. Соответственно, если этот азиатский тур Трампа будет положительным в этом ключе, то вот этот инцидент постоянных обвинений и угроз взаимных США и Северной Кореи мы как страницу, скажем, перевернем и нам удастся с еще большим акцентом сфокусироваться на экономике США, на статистике, на политике Федеральной резервной системы и на налоговую реформу. Я, будучи оптимистом, как вы знаете, считаю, что Трамп сможет договориться и надеюсь, что будут какие-то положительные позитивные сдвиги. Как только это случится, первыми на это отреагируют доходности американских трежерис. Они, кстати, сейчас не так уж и далеко ушли от отметки 2,4, которая, собственно, является тоже таким переломным моментом для позитивной тенденции для доллара. То есть, если мы закрепляемся выше 2,4 по десятилеткам процента, я думаю, что у доллара будет масса возможностей, чтобы переписать совокальный максимум против своего оппонента японской иены. Но нужна поддержка фундамента. По статистике, друзья, неделька, как вы знаете, довольно скупая на релизы по штатам. Будем следить за отчетами, которые все-таки несколько будет. Вот зад у нас заявки на пособие по безработице. Посмотрим на американский сектор труда. Собственно, позапрошлая, точнее, прошлая пятница, но фармперл, статистика, уровень безработицы уже заранее позволяет нам говорить о сохранении прогресса данного сектора и верить в то, что американская экономика продолжит набирать обороты вплоть до завершения 17-го года, как минимум. Ну и еще у нас потенциальный триггер для роста доллара – это налоговая реформа. Уже кульминация близка. Не хочется, конечно же, говорить о том, что Трамп потерпит очередное фиаско. Я осклонен верить в то, что в каком-то формате эта реформа будет реализована. Пусть не сразу же сокращение налогов, как обещали, но, по крайней мере, непроложительный этап перехода от жесткого налогового регулирования, который сейчас действует к более мягкому. В этом тоже я вижу позитив, позитив для доллара, поэтому по дуэту активов доллар-японской иена цели, как вы знаете, остаются неизменными. 115 иен против доллара. Евро против американца. Лоу, который был зафиксирован в ходе вчерашней торговой сессии 1.1553, сейчас мы чуть ниже отметки 1.16. Трейдеров разочаровала статистика по промышленному производству Германии, спад в месячном выражении на 1.6%. Трейдеров разочаровала риторика Драги, хотя я лично ничего плохого в ней не увидел. Единственное, что Драги еще раз подчеркнул, почему то решение, которое было принято три недели назад по действующей программе количественного смещения по процентным ставкам, важно. Я повторяю это каждый, по сути, день. Вы знаете, почему европейская валюта должна оставаться под давлением. Здесь самая очевидная, скажем так, дивергенция режимов ИЦБ и ФРС. Про это не стоит забывать. И такой контраст будет сохраняться, я думаю, даже на протяжении всего 2018 года. Поскольку мы продавали евро с высоких ценовых значений, нам нужно получить хоть какой-то профит по главному валютному риску. Поэтому, как только мы увидим на наших экранах котировки 1.15, друзья, можно будет фиксировать профит личный, я это сделаю. Вы можете попытаться счастья, скажем, на возможность еще более глубокой коррекции. Вполне возможно, что она произойдет. Фунт против доллара. Здесь мы переключаем внимание с заседания, которое случилось на прошлой неделе на переговоры по Брэксиду. Понимаем, что они способны повлиять на риторику Банк Англии по следующим решениям по росту процентных ставок. Прежнее решение о том, что до 2020 года два раза ставки еще будут повышены, основаны на крайне без, скажем, затруднительном процессе выхода из состава Европейского союза, на том, что, скажем, все пройдет без сучка и задорника, скажем так. Но мы понимаем, что камней преткновений очень много, следим за процессом переговора по Брэкзиту, настраиваться на негатив уже и большинство британских компаний. Вот, собственно, последние данные британской промышленной палаты две трети компаний уже допускают возможность развития событий по плану П, но лично у них он есть. Это в том случае, если Англия выйдет из состава Европейского союза без сохранения доступа к единому европейскому рынку. В то же время есть и ожидание, что переговоры будут сдвинуты с мертвой точки. Кстати, очередной раунд переговоров стартует уже буквально со дня на день. До конца этой недели у нас будут первые новости. Я склонен видеть в этом раунде переговоров хоть какой-то позитив для всего процесса обсуждения, вот этого бракоразводного процесса с Европейским союзом и потенциально позитивы для фунта. Ну и также с учетом даже текущих котировок, которые чуть было не дотянули до сопротивления 1.32, мы поднимаем, но лично я вижу потенциал еще не отыгранный. По поводу роста процентных ставок фунт не отреагировал на это решение ростом, хотя должен был это сделать. И считаю то, что с отложенным эффектом мы сможем все-таки увидеть британца выше планки 1.33, даже в районе 1.35. Поэтому продолжаю покупать фунта. Доллар в Канаде. Вчера из важных событий стоило обратить внимание на конференцию председателя Банка Канады Полза, который в принципе повторил ту же самую риторику, что и около месяца назад, когда следующее решение по процентным ставкам будет крайне взвешиваться, то есть обсуждаться. Сейчас должно обратить согласование среди всех голосующих представителей Банка Канады, потому что прежние два решения по роста процентных ставок ухудшили экономическую конъюнтуру в стране, привели к более скромным показателям экспорта. Это сказалось на динамике ВП и самый главный индекс потребительских цен, который до этого хоть и динамично рос, но все-таки восстанавливался. И сейчас мы наблюдаем и вовсе понижательную динамику. Поэтому риторику Полза, конечно же, стоит воспринимать в качестве еще одного сигнала, что у нас есть определенный запас времени по торговать через слабость канадца, и этот запас времени предполагает такой трейдинг, ну, как минимум до первого квартала 2018 года. Там в настроениях канадского регулятора может что-то и измениться, но мы будем держать вас в вопросе пока. И USDCAD мы с вами покупаем. За вчерашнюю торговую сессию у нас небольшой результат. Мы восстановились. Вот, кстати, уровень я выписал с отметки 1,2711 до текущих значений 1,2760. Около 50 пунктов. Это, конечно же, ерунда, учитывая то, что наша с вами цель находится на отметке 1,30. По австралийцу ставка в ходе азиатской сессии, собственно, авторника была ставлена на прежнем уровне полтора процента, но, как и ожидалось, риторика была исключительно мягкой. Зерновый банк Австралии, в ходе которой основа была обозначена то, что текущий режим низких процентных ставок соответствует целям по экономическому росту по инфляции. Высокий курс австралийцы, если бы мы сейчас, как я отмечал, уже наблюдали курс, к примеру, по паре австралийцев против долларов на отметке 0,80, то он привел бы к замедлению экономического роста и к еще большему давлению на индекс потребительских цен. Также Резервный банк Австралии снова сделал акцент на том, что текущие показатели закредитованности, перекредитованности, скажем, национальных домохозяйств и проблемы с ростом заработных плат, должны тоже изначально предполагать все более взвешенные решения по изменению процентных ставок со стороны регулятора, потому что то, что происходит с активностью домохозяйств сейчас, это как раз и причина, которая раздерживает расходы, активность со стороны потребителей и влияет на экономический рост. Поэтому главный вывод, друзья, то, что ставки будут держаться такими же низкими, как и сейчас, поэтому австралиец погично отреагировал на это снижением. А сейчас пара против доллара, точнее австралиец против доллара торгуется на отметке 0,7645. Следом у нас под прессом находится новозеландский доллар. Кстати, сегодня из важных событий, это по новозеландцу в 23.00 ставка у нас, она по аналогии с решением Резервного банка Австралии меняться не будет, 1,75% она сейчас. Ждем, в принципе, похожие комментарии со стороны Резервного банка в Новой Зеландии, поэтому ждем, что пара новозеландец против доллара будет постепенно смещаться в район 0,68. Сейчас котировки на отметке 0,6902. Из важных событий сегодня, вот, собственно, решение Резервного банка Новой Зеландии в 23.00 и еще запасы нефти от администрации научической информации. Эта статистика будет опубликована в 18.30 по московскому времени. Вчера данные по ОПИ указали на то, что запасы нефти просели, но вот запасы бензина выросли. Может быть, это также еще один локальный фактор давления на котировки нефти. Если сегодня запасы уже по официальным цифрам покажут схожее значение с оценкой от Американского института нефти, то давление на черное золото будет усилено. И ждем все-таки, когда же Brent у нас доберется снова до планки в 60, потому что лично у меня уже снова чешутся руки. Хочется, как следует, продать этот актив в расчете на то, что мы уйдем снова ниже 55. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошая вам прибыль на результативной удачной торговой сессии. Если требуются комментарии по какому-то другому активу, либо вы хотите поделиться вашим видением ситуации, вы это можете сделать, поскольку канал на YouTube, канал Амаркетс в вашем распоряжении. Оставляйте комментарии прямо под свежим, актуальным видео о выпуске, видео о брифинге. Пользуйтесь этой возможностью. Я призываю вас к активности, скажем такой, социальной в рамках нашего канала, потому что то, что мы с вами обсуждаем рынки, это, конечно же, хорошо, но хотелось бы, чтобы в это было вовлечено как можно больше людей, потому что больше людей, больше мнений и все-таки больше вероятности попасть в почку, когда мы с вами все-таки взвесимся за и против. Ну и, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, большие пальцы, это дело всего лишь одного клика, согласитесь, не так уж и трудно. Всего доброго, до свидания.